Приветствую всех, кто зашел ко мне на канал. Мы вновь в Умбрии, в регионе, который находится в самом сердце Италии. Это видео будет интересно и полезно не только тем, кто планирует поездку в Умбрию, а этому региону нужно уделить достаточно времени, ведь в каждом городе есть своя история, но и тем, кто любит Италию и хочет как можно больше узнать об этой удивительной стране. Регион Умбрия не выходит к морю, так как находится в самом центре Италии. Но здесь есть большое озеро Тразимену, которое является украшением Умбрии. Вокруг него живописные пейзажи и роскошные холмы с оливковыми рощами и виноградниками. На побережье озера Тразимену находится очень много маленьких городков, которые привлекают туристов не только своей историей, но и всевозможными праздниками, которые проходят здесь. Приозерная территория была включена в состав природного парка, а в 2003 году вдоль побережья Тразимену проложили велосипедную дорожку длиной в 50 километров, проехав по которой можно любоваться прекрасными видами. А можно проложить свой маршрут, охватив все достопримечательности этого места. На озере есть три острова. Остров Пальвези самый большой. Остров Маджоры – это единственный из трех островов, где постоянно проживают люди. И остров Миноры – это островок, который напоминает форму запятой. Из нескольких городков, которые находятся на побережье, на острова можно попасть на пароме. Я приглашаю вас на остров Маджоры. В переводе остров Маджоры означает «большой остров», но он невелик – всего 2 километра по периметру. Официально зарегистрировано на острове 18 жителей, но проживают чуть больше – около 30. Официально зарегистрировано на острове 18 жителей. Вид острова Маджоры до сих пор сохранил атмосферу рыбацкой деревушки 14-15 века. Но в наши дни продажа сувениров и работа ресторанов приносит основной доход. Кто приезжает на остров впервые, полезно познакомиться с картой, чтобы не пропустить сохранившиеся достопримечательности. Сеньора показывает на карте достопримечательности острова и рассказывает, как туда дойти. Улица Гульельми, пересекающая остров, была последовательной. Последний раз отреставрирована в 1950-х годах. На этой улице в домах в несколько этажей жили рыбаки, когда-то населявшие этот остров. В основном сюда приезжают туристы. После прогулки по острову можно остановиться в одном из ресторанов и пообедать с прекрасным видом на озеро. Что любят делать сами итальянцы. Они приезжают сюда, чтобы просто пообедать и поужинать. Субтитры создавал DimaTorzok. По узкой тропинке мы поднялись к маленькой церквушке, которая была отмечена на карте. Между оливковыми деревьями бегали фазаны и кролики. Систи наша собачка немного поохотилась, но не причинила никому вреда. Чтобы зайти в церковь и музей, достаточно было купить билет за 3 евро. В церкви снимать было запрещено, а потом наступил обед, и мы никуда больше не попали. Так и гуляли по острову, рассматривая детали оформления и наслаждались тишиной. Если вдруг вы запланируете поездку на остров, то помните, что сиеста есть и там. Планируйте так, чтобы поехать до обеда или после обеда. Иначе вы никуда не сможете зайти, например, в музей или церковь. Во время сиесты остров кажется пустым. Еще остров Маджори знаменит тем, что здесь жил некоторое время Святой Франциск в 1211 году. Об этом свидетельствует часовня и бронзовая статуя. Этот маленький уголок тишины и духовности является самым дорогим для паломников. Местное кладбище. Прекрасные виды на озеро и оливковая роща. Еще одна церковь 12 века и тоже была закрыта. Вот такая милая рыбацкая деревушка на острове Маджори. Все оставшееся время до прибытия парома я гуляла и рассматривала детали. Если и вам интересно, тогда досмотрите видео до конца. До встрече до конца без relocкой. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...